Субтитры создавал DimaTorzok И я бы хотел максимально донести, чтобы, вот без перевода, эту мысль и чтобы это было максимально компактно. Когда мы говорим лаконично и сжато, материал лучше усваивается. И для тех людей, которые уже знакомы с этой темой, с этим материалом, хороший будет урок повторения. Для тех, кто первый раз или какой-то из разов услышит что-то, напомнит для себя, будет очень полезно и важно. И также эту проповедь я хочу посвятить полному исцелению Даяббат Браха и полному восстановлению и исцелению Урии. Причастие. Я выделил четыре основных элемента, которые, на мой взгляд, являются ключевыми в этой теме. Первый элемент – это причастность Божьего Сына Машиаха к роду человеческому. Нужно было определенное важное действие с его стороны, чтобы он стал таким же, как мы. По этой теме есть очень много вопросов и много есть проповедей. Главное состоит в том, что из Вышнего мира, переходя в наш мир, он принимает образ и подобие человека. То есть, соединим давайте это. Бог, сотворив человека, наделяет его образом и подобием Бога. А Сын Божий, как посланник, как Машиах, как помазанник, приходя в этот мир, уподобляет себя роду человеческому. И Иешуа отождествляет себя с человеческим родом через погружение. Не тогда, когда родился, не тогда, когда вот рос и всё. А сам акт вот этого документального соединения с человеческим родом – это было погружение, твила. То, что принято называть водное крещение. К слову сказать, твила – это сугубо еврейская концепция, которая использовалась, когда человек из системы многобожия переходил в монотеизм. То есть, он, когда хотел поклоняться Богу Израиля, Творцу неба и земли, ему нужно было погрузиться в воду. Обряд этот символизировал собой смерть прежнего человека. Язычник умирает. Правильнее сказать, идолопоклонник умирает в воде. И выныривает прозелит. Новое творение, новый человек, который берёт на себя обязательство идти уже этим путём и следовать законам Торы. В прозелитизме ещё обязательно, как и сегодня, вот Геюр – это важный вопрос. Согласен ли человек взять на себя иго закона? И человек говорит – да, согласен. Я сейчас не буду уходить в эту тему, потому что мы достаточно много говорили о важности закона. Но когда Ишуа приходит погружаться от Иоанна, погружающего, Йоханана Матбель, Иоанн ему говорит – это не ты, это я должен от тебя погрузиться. Потому что он, как пророк, понимает, кто перед ним находится. И Ишуа говорит очень интересную фразу. Он говорит – оставь это. Теперь вот так надлежит исполнится всякая правде. О чём это? Какой правде? Что он имел в виду? Имел он в виду следующее. В тот момент, когда он погружается, всегда погружаются в покаяние грехов. Ишуа тоже погрузился, внимание, в покаяние грехов. И тогда возникает вопрос – так он же агнец Божий, чистый и непорочный. Как же он мог погружаться в покаяние грехов? Именно поэтому Иоанн, погружающий, говорит – это не ты, а я от тебя должен. Но Ишуа говорит – оставь. Так надлежит исполниться правде. Почему? Потому что именно в этот момент он отождествляет себя с человеческим родом, который грешный. Его погружение дало ему право взять на себя наши грехи, взять на себя наказание нашего мира и умереть с этими грехами. Законное право по Торе, чтобы никто не мог предъявить претензии. Поэтому, погружаясь в чистый агнец Божий, делает себя одинаковым с людьми. Он говорит тем самым – я такой же, как все, вот теперь. Но на самом деле его природа чистая, безгрешная. Но, знаете, вот как невинный человек добровольно идет в тюрьму для того, чтобы спасти других. Или там человек, который мог бы избежать и не пойти, не знаю, в концлагерь, он идет туда, чтобы спасти оттуда каких-то людей. Вот это то, что сделал Ешо. Он как бы жертвует собой, своими интересами, своей свободой, своим статусом, отождествляя себя с человеческим родом. Именно здесь уместно зачитать отрывок из книги пророка Ишаягу. Очень известная, 53 глава, с 3 по 5 стих обычно, вот этот я отрывочек беру. Но он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но именно он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть люди думали, когда он на кресте умирал, что он умирает за свои грехи, что он умирает как преступник. И здесь, в 53 главе написано, что он умер как преступник, но похоронен был в могиле богатого, как свободный человек. И дальше Исаия говорит, но он был покрыт язвами, изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Амин. Небольшая ремарка. Очень часто этот стих используют, ранами его мы исцелились. Как бы везде, где можно и нельзя, провозглашают полную победу. Ранами мы исцелились. Болезни нет, ничего больше нет. Вопрос только, что насчет старости. Самая неприятная болезнь – это же смерть. Правильно? Остальное, в принципе, можно пережить. Главное – не умирать. Поэтому главная болезнь, о которой говорится в 53 главе, – это смерть, которую Ешуа победил. Я сегодня еще вернусь к этой теме. Мы будем читать отрывочек из Ушеа. Поэтому в тексте 5 стих здесь нет ни про переломы, ни про рак, ни про врожденные какие-то болезни, ни про приобретенные, посмотрите, что говорится, покрыт язвами за грехи наши. Вообще очень много заболеваний сопровождаются язвами, особенно связанные с греховной жизнью. Тело гнить начинает, оно болеет. «Мучим за беззакония наши». То есть грехи, беззакония и наказания. Мира нашего, что такое мир? Это мировоззрение, которым живет человек. Тоже было на нем. Тут ни слова нет о тех болезнях, о которых обычно молятся, провозглашая, ранами твоими мы исцелились. В данном тексте и в данном стихе речь идет о смерти. Исцеление от смерти. Вот мы Амеда молимся, да? Михаэм Метим. Мы благословляем Бога, воскрешающего из мертвых. Поэтому, конечно, иногда, не в ста процентах случаев, но иногда по нашим молитвам Бог дает исцеление. Где-то больше этот процент, где-то меньше этот процент. Пропорции знает только Создатель. Нужно ли молиться? Обязательно нужно молиться за исцеление. Нужно ли верить, что Бог может исцелить? Обязательно и не грамма не сомневаться, что Бог исцелит. Но мы знаем все наперед, что все умрем. Так или нет? Значит, вы все пророки, вы знаете будущее. Откуда вы это знаете из священных писаний? Будет только короткий промежуток, когда будет пришествие Машеха, и живые вмиг изменятся. Моя личная точка зрения, они умрут и мгновенно воскреснут. Потому что в послании к евреям написано, человеку суждено один раз умереть, а потом суд. То есть, в принципе, эту процедуру все должны пройти. Но это отдельная тема. Поэтому первая часть или первый сегмент важнейший в причастии или в теме причастия, это то, что Сын Божий становится причастен нам с вами. Это первый шаг. Первый шаг делает Создатель. Второй элемент – это когда Сын Божий сошел с неба на землю и на основании закона стал нашим родственником, настоящим близким родственником. Если бы он не был родственником, в принципе, великий всемогущий Творец, который все может и дает всему определение, и он обозначает и назначает все, мог бы назначить на эту роль какого-нибудь ангела или архангела или еще кого-нибудь, но тогда это вступило бы в противоречие с Торой. 25 глава книга «Левит» описывает закон о праве выкупа из рабства. Если кто-то попадает в рабство, есть четкое правило. Имеет на это право только близкий родственник. Дальний даже не имеет. То есть ищут самого ближнего. Если этого нет, еще который следующий. Кому интересно, прочтите книгу «Руфь». Там оба закона этих, и закон «Левирата», и право выкупа поля, все это используется. Так вот, Ишуа становится нашим старшим братом, нашим родственником, который имеет право на основании Тора. Тора – это документ. Напомню, что Тора сошла с неба на землю. И все устроено по ней. Вот весь наш мир. И тот, который там, тоже устроен по ней. Тора пришла на землю. И на основании этой Торы Ишуа имеет право выкупить нас. Почему? Чтобы сделка эта была честной, легитимной, без комбинаций всяких. Чтобы никто не мог предъявить потом Создателю, а вот, дескать, нечестно вышло. Надо было вот так, а надо было так. Создатель не оставляет места для маневра в сатане вообще никакого. Не к чему придраться. Поэтому Ишуа говорит в конце, вот идет князь мира сего, в скобках, сатан, и он не имеет во мне никакой части. Поэтому второй элемент очень важный – родственная связь, которая, в принципе, может быть под пунктом первого. Можно было бы это все в один сегмент поставить. Третье, очень важное – это усыновление. Вначале Бог создает для себя народ из двух пожилых уже людей, Авраам и Сара, которые, в принципе, не могли рождать. То есть, смотрите, как действует Бог. Чтобы никто не мог сказать, а, конечно, ты взял лучшую часть планеты, ты взял лучшую часть человеческого рода, так любой так может. Знаете, как? Он берет Авраама и Сару, людей, которые не способны были рождать, благословляет их, и они рождают Ицхака. И через Ицхака Он создает себе народ. То есть, через Авраама и Сару создает народ и говорит, этот народ – первенец. Из всех народов Бог усыновляет первым Израиль. И происходит это в 4 главе книга «Исход», 22 стих, когда Моше приходит к фараону, говорит, «Отпусти народ твой, это первенец». Они пойдут, принесут жертвы Создателю. И в этом народе, который является народом-первенцем, рождается первенец всего человеческого рода Ишуа Моше. По счету, если от Адама брать, он, конечно, не первый. Но суть первенца заключается в том, что он рожден был Богом прежде всякого творения. Рожден был Богом. Он в любом случае первенец, но на земле получил этот статус законный на основании Торы в определенном промежутке времени. Время – это измерение, внутри которого происходит вся наша история. Но для Создателя он над ней находится. Он не подвластен времени. Суть первенца заключается в том, что в нем сокрыта сила. И Израиль, как первенец, обладает силой первенца. Что характерно, вот вы, если посмотрите, этих исследований уже было очень много. Нобелевских лауреатов больше всего из еврейского народа, ученых, технологии, которые дали вот этому миру, я не знаю, какой процент огромный. При том, при всем, что наш народ – это, не знаю, 2, может, 3% от населения планеты. Сколько? 2,2, спасибо. 0,2. Меньше 1%. Вот, спасибо большое. Спасибо. 32% от всего населения планеты, 32% – нобелевские лауреаты и 0,2% от всего населения на планете. То есть, представляете, да, концентрация какая? Про негатив сегодня я не буду говорить. Мы это знаем все. Я говорю о первенстве. То есть, в народе первенцы, в самом сильном народе. Да, еще надо сказать, что почему мы сильный народ? Мы выживаем. Мы выжили. Понимаете? И все, кто хотели нас убить, лежат в могиле, а мы живем. Ам-Исраэль хай. Народ выживать очень сильный на выживание. И если кто-то думает, что там, знаете, один знакомый там был, он из верующих, он очень увлекался, там, ему нравились там ниндзя, японцы, вот эти все самураи. Ему один брат сказал верующий, это детский сад по сравнению с тем, какие воины были в Израиле. Для него это было большим откровением. Как Давид сражался, сильные с Давидом как сражались, Самсон как сражался. Да ни один самурай не потянет такую высоту планки взять. Понимаете? То есть, по многим показателям, если брать, и в плане выживания, вот в этом первенце есть сила. И в сильном первенце рождается самый сильный первенец, это Ишуа Машех. Потому что у него есть очень важная цель. Он должен победить смерть. То, что не могут сделать другие. Его задача, главное, победить смерть. Поэтому здесь я открою как раз пророка Ощеа, пророк Осия. Где находится? В Библии. Это не в Новом Завете. Подскажу. 13 глава, да. Треасар, это на иврите, там это находится первая книга в Треасар. Я сегодня по-русски говорю, но для ивритоговорящих я дам подсказки. Окей. 14 стих. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть. Где твое жало? Ад. Где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня. Амин. Это слова первенца. Это слова Машеха. Он говорит, где твоя победа? Ее нету. Почему? Он побеждает смерть. Мы знаем все, что Ишуа спустился в ад с нашими грехами, оставил их и там и не мог удержать Сатан его в аду. И поэтому он расторг, просто разорвал ворота смерти и воскрес. Недавно вот мы говорили, по-моему, Михаил говорил, недельный отрывок комментировал, а перец, одно из имен Машеха, от слова Лифроц, упорец, он разрывает, а что он разрывает? Он разрывает вот эти узы смерти. Человек не может выйти из этого, освободиться не может, но поверив в Сына Божьего, поверив в то, о чем мы сегодня говорим, и отдав себя верой в его руки. Понятно, что после этого он живет по-другому и так далее, но он вступает с ним в завет, в договор. Смысл и принцип этого в том, что соединившись во время земной жизни с Машехом, истинным, он навсегда, этот человек, соединяет себя с ним. И так как он когда-то воскрес, то любой человек, соединивший себя с Ешуом и Машехом, тоже воскреснет. Теперь мы же находимся в Израиле. Тут же не очень как-то принято, что думать, что Ешуа – это Машех. Все нас пытаются там в чем-то обвинить. Мы притворяемся там евреями. Я говорю, мы не притворяемся, мы и есть евреи, живем как евреи. И что интересно, за всю историю еврейского нашего самосознания, последние две тысячи лет только возьмем, то есть Ешуа – Машех и мы, да, вот за этот промежуток больше 50 лжи Мессии было в Израиле, принято. И как бы нормально, но ничего. И такая большая проблема с одним. То есть если кто-то думает, что он не Мессия, ладно, пусть так думает. Я же тоже когда-то так думал. Я знаю, что ждет этого человека. Какой процесс. Если он правда думает об этом, Бог откроет. Но это истинный Мессия Израиля и всего мира. Ладно, мы бы верили в какого-то там, не знаю, Пантелея, затворника, но мы-то верим в нашего еврейского на восьмой день обрезанного из колена Иуды помазанника. который все время показывал, что он, Машех. Причем истеблишмент иерусалимский это тоже видел и чувствовал. Но кто может прийти в храм, попереворачивать столы, опрокинуть это все, голубей выпустить? И его там никто пальцем не тронул. Вообще не смогли даже. А они все понимали, кто пришел. Он говорит, это мой дом. Вы что тут мебель передвинули? Понимаете? Он порядок наводил. Если кто-то в это не верит, окей. Ничего страшного. Не надо нам быть агрессивными. Но мы точно знаем, кто он. Он родился здесь, он родился в Бетлехе. Все пророчества в нем исполнились. Все. Но некоторые евреи, продолжая быть евреями, думают, что, например, Равшный Истон Машех, так он в Израиле ни разу не был за свою жизнь. Не говоря про то, чтобы там родиться, еще что-то. Вообще не был тут. Ничего нормального не мешает. А это мешает. Значит, точно правда. сегодня, кстати, тема недельного отрывка. Я готовил, у меня она подготовлена по Юсефу. Полный прообраз Ешуа. Братья отвергли, продали. И даже когда его уже видели, не узнавали даже, он же выглядел как египтянин, правильно? Они даже не знали. Они говорят, а он их понимает. А они не знают об этом. И он так с любовью, но очень активно направил их к покаянию. И не с первого раза им открылся. А когда все собрались. Вот и Бог собирает весь Израиль сюда, чтобы открылся Ешуа, Машех, как написано у Захарии. И будут рыдать и плакать, когда узрят меня, он говорит, пронзенного на древе. От первого лица пророчества. В переводах от третьего лица. И узрят того, которого пронзили. А вы врите в оригинале и увидят меня, которого пронзили, говорит Ешуа. Пророк устами, да, устами пророка говорит Машех. Удивительно. Поэтому это первенец, который победил смерть. И последнее, четвертое или третье, если хотите. Причастие, послушайте внимательно, причастие это не христианский обряд вообще. Это древнееврейская традиционная поминальная церемония. это делали именно в Израиле и именно вот так. Еще есть время, Саша, еще несколько минут. Да. Почему это важно? Обратите внимание, что в Новом Завете вообще нет учения о причастии. вот нету, чтобы это рассказывали, объясняли как-то, да, разжевывали доктринально. Где это есть? Нигде этого нету. Я сейчас зачитаю текст, на который я проповедую сегодня. Это первое послание в Каримф, 11 глава. Павел говорит, раби Шаули, боя от самого Господа принял то, что и вам передал. В ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, кушайте, это тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерия сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите только, когда будете пить в мое воспоминание. Воспоминание это Искор. Когда молятся Искор? Когда умер кто-то, так или нет? А он это говорит перед смертью. Вот мы Кадиш молимся каждый Шаббат и на кладбище. И везде молимся Кадиш. И все думают Кадиш это молитва за мертвых. Поэтому сегодня, когда мы будем молиться Кадиш, мы, кстати, молимся на рамейском, это не иврит. Эта молитва нет на иврите, она есть только на рамейском языке, и мы ее молимся, если кто не знает, но молится. Это рамейский, который имеет тот же алфавит. Но в Кадиш нет ни одного слова про мертвых. Вообще это молитва, отделяющая одно от другого. Поэтому, когда кто-то умер, да, мы молимся Кадиш, чтобы разделить смерть и жизнь и провозгласить жизнь. И в Кадиш мы молимся о жизни, а не о смерти. А вот и скоро молятся, да, об этом. И здесь это, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, то есть вспоминаете, доколе Он придет. Храните память об этом, что Он сделал для нас. Что Он сделал для нас? Дал нам жизнь вечную. Главное, что Он для нас делает такими большими жертвами, это жизнь вечную Он нам дает. Теперь, почему в Новом Завете нигде нет объяснения? Единственный текст вот этот о причастии, да? Ну и что тут объяснено? Ничего же не объясняется. Он берет хлеб, преломляет его, поэтому на Песок всегда я объясняю. Это афикаман. которые всегда пили или ели с третьей чашей. На Песок есть четыре чаши. Всегда. Первая это чаша страданий в рабстве. Вторая чаша суда. Десять казней, выходим из рабства. Третья чаша и с первой чашей делается афикаман. С первой. в страданиях преломляется хлеб. Понимаете? Это на Песах. Представьте. Весь Израиль каждый Песах это делает. А третья чаша это чаша искупления. Это не мессианское толкование я вам сейчас говорю. Страдания, суды, искупления это стандарт иудейского толкования четырех чаш на Песах. И афикаман всегда пили, ели с третьей чашей, с чашей искупления. И Ешуа, когда преломляет хлеб, он это делает на Песах. Последний свой Песах с учениками. Правильно? Тайная вечеря. И когда он этот хлеб преломляет, с третьей чашей он, подавая его, говорит, это тело мое за вас сломимое, а вино это кровь моя за вас проливаемая. Теперь хлеб и вино это символы тела и жизни или сока жизни земли, из которой мы взяты, из которой мы сотворены. Поэтому каждый раз, когда мы это кушаем и едим, кушаем и пьем, хлеб и вино сегодня будет у нас. Я хочу сказать, причастие могут принимать только те, кто вступили в завет с Богом. Те, кто еще не вступили, воздержитесь, не принимайте, просто посмотрите, побудьте рядом с нами. Но это надо делать только тем, кто осознанно уже погрузился и стал частью тела Машеха, чтобы не было просто вреда для этого человека. Потому что на самом деле кусочек Мацы и кусочек и чашечка вина, ну а что это? Это строительный материал для нашего тела. Но символически он несет в себе информацию о Сыне Божьем, которая к нам попадает вовнутрь через этот хлеб и через это вино, которое никогда не превращается в мясо и кровь, всегда остается хлебом и вином. Для этого не нужно вот это превращение вообще, потому что это несет символизм. Ну, конечно, стоит сказать также, что слово Лехем, Лехем, все его знают, правда? В древнем еврите оно означало тело человека, не только хлеб, а именно тело. Мы как минимум в двух местах об этом читаем. Это книга Сафония, 1 глава, 17 стих и притча 27 глава, 27 стих. Достаточно для очень крепкой доктрины. Поэтому символ или смысл слова хлеб на еврите Лехем это хлеб, который мы едим это тело, которое питает этот хлеб. Поэтому суть причастия заключается в растворении внутри себя хлеба и вина, но когда мы это делаем с определенным умыслом, мы внутри себя верой растворяем Евангелие, благую весть о Машеахе. Вот как это работает. Да, я хотел же вам прочитать, вы только что послушали вот этот текст, у нас два, хлеб и чаша, хлеб и чаша, хлеб и вино, но тут чаша пишется все время. А теперь смотрите, книга пророка Еремии, Еремия это 5 век до нашей эры, так чтобы вы быстро сориентировались, 5 век до нашей эры, даже шестой, это до Вавилонского разорения, Вавилонское разорение это 586 год до нашей эры, то есть это 7-6 век даже, не 5-й, 7-6 век до нашей эры, сядьте как далеко и там тоже очень хорошо знали традицию оказывается вспоминать именно таким образом поминки делать папу и маму, которые умерли, поэтому Бог говорит Еремии, что вы пойдете в плен и даже не сможете помянуть своих близких родственников, суть в этом, но я вам зачитываю из 16 главы 7 стих сравните это просто с 1 Коринфянам 11, 23, 24, вы удивитесь, это по сути один и тот же текст, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и по матери их, то есть что это чаша утешения, люди собирались, делали поминки как минимум раз в год, кто чаще и чаще, и почему вот раз в месяц первая поминальная такая вот в принципе трапеза это через 30 дней после смерти, что же им называется у нас, у евреев, и уже ставят памятник обязательно вот за эти 30 дней, так вот там написано чаша и хлеб, чтобы вспомнить папу и маму по отце и по матери, то есть это кто такие? Это те, кто родили нас в этот мир. Мы все знаем о рождении свыше, правда? Слышали, по крайней мере? и все мы знаем как мы родились в этот мир через маму с помощью папы, правильно? Мы все пришли в этот мир одинаково, но второе рождение дает нам Дух Святой, Дух Божий через Ишуа Машеха, и поэтому мы вспоминаем о нем в причастии, причастие это поминки, это еврейский обряд. Сегодня людям очень трудно донести, что это не христианский. Христиане переняли его, просто скопировали и за множеством лет уже не помнят откуда. Вот в Священном Писании доказательства, что это чисто еврейский обычай. И поэтому точно так же, как мы делаем поминки по родственникам, близким папа и мама, точно так же Ишуа, старший брат, тот, кто дал нам жизнь и жизнь вечную, мы вспоминаем о нем так же, совершая вот это действие, которое сегодня мы тоже сделаем. Поэтому в книге Откровения еще мы в 20 главе читаем про вторую смерть. Оказывается, есть вторая смерть, не первая, а вторая. Что это значит? Это значит, что если человек не родился свыше, ему придется два раза умирать. Первый раз биологическая смерть, второй раз полное отделение от источника жизни вечной, от Создателя. И я хочу вам сказать, является эта концепция идеальным уравнением. Рожденный дважды умрет однажды. Рожденный однажды умрет дважды. Если человек родился только из утробы матери и не примирился с Богом в течение жизни и не уверовал в Ешуа, как в Машеха, ему придется пережить вторую смерть, потому что по сути, что такое смерть? Смерть – это диспенсация, смерть – это разделение. Душа, внутренний человек, отделяется от тела, и поэтому тело начинает как бы истлевать. Второй закон термодинамики включается еще быстрее, чем был, пока мы жили и старели потихоньку. То есть материя стремится к распаду. Второй закон термодинамики, ничего не сделаешь с этим. Но Сын Божий побеждает даже это, преодолевает этот барьер. Поэтому каждый, кто уверовал, он рождается от Бога свыше, второй раз, будучи взрослым. И тогда вторая смерть, которая описана в апокалипсисе книга Откровения в 20 главе, не имеет над ним власти. Поэтому смерть – это не просто когда закрыл глаза или там закопали труп в землю. Это сопровождающие как бы элементы, которые мы знаем. Сама по земле смерть – это просто разделение, не прекращение, а разделение. И второй раз вот этот человек, который перейдет в иной мир, он же там живым будет, ему будет дано тело, отличное от этого, но полностью конгруентное, то есть похож на себя, неповторимо, но природа тела уже отличается от земного. И одни будут в жизни вечной, а другие в вечных страданиях. и это тоже концепция не Нового Завета. Об этом говорит Даниэль, пророк Даниэль. Когда воскреснут, одни воскреснут для жизни вечной, а другие на вечное поругание. То есть отделены будут от Бога, от источника жизни, но будут продолжать свое существование, к сожалению, в озере Огненном. Это не страшилки средневыковые, это все из священных писаний. Поэтому через причастие все совершается в нашей жизни. Соединение с Ишуа, он является главой тела, его тело на земле это план Божий, это его община, чтобы люди спасались, приходя, обучаясь, общаясь друг с другом, учились вмещать друг друга, прощать даже тех, кто не нравится нам и вместе работать, созидая тело Машеха, созидая его общину. Друзья, пусть Бог нас благословит, пускай причастие для нас будет осознанным актом провозглашения нашей веры и принадлежности к Ишуа Мессии. И пускай мессианское тело не стесняется причастия и не думает, что это причастие не наша культура. Это наша культура. По сегодняшний день в Израиле поминки делают мацой и вином. Классические правильные поминки. Могут потом и пообедать и все остальное, но сам этот момент мацо и вино. Поэтому пускай Господь нас благословит и поможет нам осознанно всегда принимать этот хлеб и это вино. мацо